Актеру Алексею Фатееву с легкостью удается перевоплощаться как в романтических, так и отрицательных героев. Ему редко достаются главные роли, но даже образы второго плана, сыгранные Фатеевым, надолго запоминаются зрителям. Алексей Викторович Фатеев родился в украинском поселке городского типа, Купянске-узловом Харьковской области, 30 ноября 1974 года. Купянск называют городом железнодорожников. Большинство мужчин действительно выбирают работу на железной дороге в силу традиции и наличия крупного транспортного узла, такую же профессию поначалу выбрал и Алексей. По окончании школы поступил в один из вузов соседнего Харькова, где учили инженеров железнодорожников. Но уже в юном возрасте Фатеев осознал, что совсем не хочет связывать жизнь с выбранным направлением. Поэтому после получения диплома Алексей отправился в Харьковское училище культуры, где выбрал специальность дирижер. Полученное в школьные годы музыкальное образование пригодилось. Во время учебы в училище Алексей участвует в дипломных постановках выпускников режиссерского факультета Харьковского института искусств. Парень так увлекается игрой, что вскоре и решился стать студентом этого вуза, выбрав актерский факультет. В молодости Фатеев окончил университет и сразу же был приглашен на работу в театр имени Пушкина в Харькове. Первым значимым проектом своей фильмографии Алексей считает участие в эпизоде творения Андрея Шпая и Иван Грозный. Работу с режиссером высокого уровня посчитал честью. Ряд сцен снимался на территории Крутицкого, подворье в Москве, чтобы отразить архитектуру эпохи, а вот костюмы 16 века создавали специально для фильма. В апреле 2012 на телеканале «Россия-1» началась многосерийная лента «Мур», где Алексей сыграл заметный образ, а летом этого же года на Первом канале транслировали сериал «Счастливый билет», где Фатеев появился в главной роли, сыграв Илью Дронова. Вместе с товарищами Толи и Петий герой влюбился в спортсменку Елену, сценарий вызвал смешанные отклики у зрителей. Актеру Алексею Фатееву с легкостью удается перевоплощаться как в романтических, так и отрицательных героев. Ему редко достаются главные роли, но даже образы второго плана, сыгранные Фатеевым, надолго запоминаются зрителям. В 2014 году картины «Обнимая небо» и «Дом с лилиями» принесли артисту новую волну внимания и почитания. Последняя работа снималась преимущественно в Киеве, но часть эпизодов создана в Лондоне. Режиссер Владимир Краснопольский уделял особое внимание декорациям, так как был свидетелем некоторых событий, отображенных в ленте, вместившей в сюжет шесть десятилетий. В число любимых зрителями проектов с участием Алексея входит мелодрама «Гречанка», где в главной роли блистала Ольга Гришина. Девушка из провинции, вышла замуж за столичного бизнесмена Григория и поселилась в особняке, но на новом месте пришлось столкнуться с интригами матери, сестры и бывшей любовницы мужа. В сериале также снялись Ольга Сумская, Виктория Литвиненко и Андрей Саминин. Фатеев предстал, на экране в образе героя Сергея Лапшина. Удачной работой Фатеева критики считает ипостась следователя Андрея Рудина в работе Алексея Рудакова «Улыбка пересмешника», которая вышла на экраны в том же году. Лента снята по детективному роману Елены Михалковой. Писательница с пониманием отнеслась к отличию фильма от книги. Отвечая на вопросы журналистов, сказала, что разный взгляд на материал – это нормально. В 2015 году фанаты наблюдали игру Алексея Фатеева в сериале «Курортный роман» и эпизоде спринт российского альманаха «Побег за мечтой». Обе картины привлекли внимание миллионов телезрителей, остротой сюжетов и отличной игрой актеров. Спустя год артист порадовал поклонников новым проектом «Запах лаванды», где сыграл профессор. В мелодраме речь пошла о ревности свекрови к потенциальной невестке. Ссора дам привела к трагедии – гибели любимого сына и жениха. Громкой премьерой 2017-го стал показ на Каннском фестивале киноленты Андрея «Звягинцева нелюбовь», в которой Фатеев сыграл персонажа второго плана. Фильм оказался номинантом на Оскар, а также лауреатом премии «Золотой орел» и «Сезар». В том же году главные роли достались Фатееву в мелодрамах «Калейдоскоп судьбы и перекресток», а в 2018-м зрители познакомились с центральными персонажами в исполнении Алексея в сериалах «Лидия», «Потерянное счастье» и «Сезон дождей» с Татьяной Эрнтгольц. Среди работ 2019-го года поклонники выделяют участие в картине «Лабиринт иллюзий», где Фатееву выпало играть отрицательного героя. В интервью Алексей оправдывал жестокость Андрея Лаврова тем, что на страшные поступки мужчина толкала благородная цель. Из фильмов, где снимался актер в последнее время, выделяет «Ключ от всех дверей и город Тань» ремейк южнокорейского сериала «Тайный лес». Азиатский хит обрел такую популярность, что свой вариант ленты показала и компания Netflix. Артист женат. Его супруга Алина не причастна к миру кино и театра. У пары есть дочь Мария. Все свободное время актер посвящает семье. Каждый год он с женой и дочерью обязательно отправляется в путешествие. Не забывайте подписываться на канал Аллея Звезд, чтобы быть в курсе самых интересных событий из жизни артистов. Артист женат. Артист Продолжение следует...